Жанни Радари Жанни Радари Разговорчивое ружье Возьми-ка Джузеппе ружье Сказала однажды мать своему сыну И сходи на охоту Завтра твоя сестра выходит замуж И надо будет приготовить праздничный обед Очень хорошо была бы для этого зайчатина Джузеппе взял ружье И отправился на охоту Только вышел на дорогу, видит Бежит заяц, выскочил косой из-под забора И опустился в поле Вскинул Джузеппе ружье Прицелился И нажал курок А ружье не подумало стрелять Пум! Сказала она вдруг Пум! Веселым голоском Ха-ха! Ту! И выбросила пулю на землю Джузеппе так и замер от удивления Подобрал пулю Повертел ее в руках Пуля как пуля Потом осмотрел ружье Ружье как ружье И все-таки оно не выстрелило Как все нормальные ружья А звонко и весело произнесла свое пом Джузеппе даже в дулу заглянул Ты только разве можешь там что-нибудь прятаться в дуле Никого там, конечно, не оказалось Что же делать? Мама ждет, что я принесу с охоты зайца А сестра ждет, что что-нибудь будет на свадьбу Нужен праздничный обед Едва Джузеппе успел подумать И вдруг снова увидел зайца Тот только оказалось Позвал еще своих детишек Это была зайчиха И они вместе Стали позировать Перед Джузеппе Джузеппе подумал Ну ничего себе И думаю, надо, наверное, охотиться мне за Фазаном Жалко стрелять в такую компанию Он пошел дальше в лес И двух шагов не успел сделать Как увидел Фазана Идет он себе в тропинке Нисколько никого не опасаясь Как в первый день охоты Когда Фазан еще не знает, что такое ружье Джузеппе прицелился Нажал корок И ружье снова сказала Человеческим голосом Пам-пам Ну совсем как мальчуган Когда играет со своим деревянным ружьем Пам-пам А пуля опять Тьфу Выпала и сдула на землю Прям на кучу Красных Муравьев Перепуганные муравьи Кинули спрятаться Под сосну Хорошенькая дельца Рассердился Джузеппе И так я вернусь домой С пустыми руками А Фазан услышав Как весело разговаривает ружье Бросился в заросли И вывел оттуда своих Фазанят Они идут цепочкой Друг за другом Радеженки Радеженки Что отправились на прогулку А следом за ними И мама Фазаниха Шестует Важная Довольная Будто первую премию получила Ну еще бы Проворчал Джузеппе Как ей не быть довольна Ведь она уже Замужем Да А мне как же быть На кого ж теперь не охотиться Он снова Старательно Зарядил ружье Осмотрелся по сторонам Кругом Вне души Только дрозд Сидит на ветке Сидит И посвистывает Словно Подзадоривает Ну-ка Подстрели меня Попробуй Ну Джузеппе И выстрелил Только ружье И в этот раз Не послушал Сего Бах Сказал оно Совсем как ребята Когда играют В разбойников Бах И даже еще Хихикнул Тихонько Ха-ха-ха Дрозд Засвистел Еще Веселее Словно говоря Обманули Дорока На четыре кулака Черт Так я и знал Вздохнул Джузеппе Видно Сегодня Ружьем Устроило Забастовку Ну как Ты поохотился Спросила мать Когда Джузеппе Вернулся домой Хорошо Поохотился Сказал Джузеппе Три Веселенькие Насмешки Принес Эх Не знаю Только Подойдут ли Они К праздничному Усталом Дональд Бисет Кузнечик Жил и был На свете Кузнечик Ужасный гордец Звали его Дэнди Еще когда он был Маленьким И только учился Прыгать Вместе с другими Кузнечиками Он всегда прыгал Выше всех Но учитель Говорил ему Дэнди Ты думал Научиться Не только Большим прыжкам Но еще и Маленьким Нет Отвечал Дэнди Я кузнечик Особенный Не как все Я люблю Только Большие прыжки И так он И не научился Делать Маленьких Прыжков Однажды Он вышел Из дома Попрыгать И Повстречался С улиткой Оливией Ну Не надоела тебе Такая медленная Жизнь Спросил он ее Целый день Ползешь И ползешь С собственным Домом На спине Ну Что ты Отвечал Оливия Я люблю Ползать Мне очень нравится Быть улиткой Особенно Когда идет Дождь А у меня В раковине И уютно И сухо И потом Я никогда Не опаздываю Домой Дом Всегда При мне Надеюсь Ты понимаешь Что я имею ввиду Быть улиткой Это так Интересно Ну Что Сказал Дэнди О вкусах Не спорят Привет И он Запрыгал Очень Довольный Собой Дальше Ну А Оливия О Пришло Время Обедать И Дэнди Поспешил Домой Он был Уже У самого Дома Всего в каких-нибудь 10 сантиметрах Но попасть домой никак не мог Потому что сколько он не прыгал Все время прыгал через свой дом Ведь он не умел делать маленьких прыжков Бедняжка Дэнди уже начал тереть терпение И ужасно злился Но тут на счастье появилась Кто бы вы думали Улитка Оливия Со своим домиком на спине Ну вот видишь, Дэнди, сказала она Улиткам тоже есть чем гордиться По крайней мере домой они попадают Без всяких хлопот У Оливии было доброе сердце Почти все улитки добрые Есть только не встанут с левой ноги И она предложила Дэнди Влезай ко мне на спину Я отвезу тебя домой Дэнди очень обрадовался Тут же сел на нее верхом И улитка повезла его к дому Благодарю тебя, Оливии, сказал он Теперь я сам вижу Эх, что большие прыжки Это хорошо Но это еще Не все На свете Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Юрий Косогубский Юрий Косогубский Ноги и шея У меня стало Рядом замечаю тоже Цветы, что мне видны Открытыми Все цветы с бумажками Я развернул одно Там только две строчки И в жилах Не кровь А сиреневый цвет Странно, подумал я Это же стихи Которые однажды Приснились моему отцу Я развернул вторую бумажку Те же две строчки И в жилах Не кровь А сиреневый цвет Я третью бумажку Вынимаю из цветка И разворачиваю И сразу вижу Тоже самое там написано И в жилах Не кровь А сиреневый цвет Интересно было Что бумажки Таяли в воздухе Как только Прочтешь их Когда приходили Ну два-три мгновения То, что в руках у меня Ничего не было И не лежало Ни одной бумажки Вокруг моих ног Я заглянул В цветы На другом кусте И там Лежали Бумажки Я подумал Ну Не жил опять Те же две строчки Из папиного сна Он стоял на балконе Во сне И читал стихи Что ему приснились Ну а когда проснулся То запомнил Только две строчки И в жилах не кровь Но сиреневый цвет Ну вот Теперь я Иду во сне Иду по траве Вижу кусты с цветами И разворачиваю записки Неужели весь сон Наполнен этими цветами С этими строчками Разворачиваю На другом кусте И вижу две строки Необыкновенной далее В них путаются Сны с окружением Опять беру Листок В другом цветке Разворачиваю И опять И новые две строчки Я смысла Их понять не могу Что это особенно Окружение Необыкновенные Дали В них путаются Сны С окружением И кто Написал Эти строчки Одесса Ничего такого Не говорил Не рассказывал Еще раз Выращиваю Несколько бумажек Других цветов И эти строчки Повторяются От повторения Начинает Как-то Все иначе Звучать У меня В голове Необыкновенные Дали В них путаются Сны С окружением И опять На новых бумажках Необыкновенные Дали В них путаются Сны С окружением Записки Также На том же кусте Способны Тоже исчезать И скоро Мне ничего нет В руках Но я помню Помню не текст А буквы Но смысл Непонятен Необыкновенные Дали В них путаются Сны С окружением Хотя Вроде Все так просто Что-то Кому-то Показалось Необыкновенное Потому что Происходит Путаница Между Сном И еще Чем-то От Многократности Повторения Я пьянею От этих Строчек И смысл Их Тока Намечавшийся Исчезает И готов Даже Забыть Текст И равнодушно Смотрю Как Та Тает На ладони На белом Фоне Необыкновенные Дали В них Путаются Сны С окружением Десять Стих Десять О делах, а вечером вспомнил, как мама сказала, про сад, Ну, чтобы он приснился, и странные цветы со стихами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok